В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». У нас в гостях вице-мэр Таллина Михаил Килвард. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о ветеранах. К сожалению, некоторые вспоминают о ветеранах в преддверии 9 мая, но не стоит забывать, что об этих людях нужно заботиться круглый год. В Таллине существует несколько общественных организаций, которые помогают по мере возможности, но вы посчитали, Михаил, что необходимо оказать дополнительную поддержку ветеранам. Так появилась группа людей и слоган «Я помню, я помогаю». Вы знаете, несколько месяцев назад мы встретились с Ниной Ивановной Павловой, которая возглавляет две общественные организации. Это общество участников Второй мировой войны и общество жителей блокадного Ленинграда. И тогда действительно речь зашла о памяти. И вот я помню ее слова, что да, каждый год 9 мая представители русской общины, не только, приходят к памятнику и возлагают море цветов. И если бы возможно было бы эти деньги, потраченные на цветы, потратить, в свою очередь, на помощь ветеранам, то, может быть, от этого было бы гораздо больше пользы. Но понятно, что это не взаимоисключающие порывы со стороны людей. Просто это как определенное сравнение. Дело в том, что для нас, для людей, для которых Великая Отечественная война является частью исторической памяти, частью идентичности, должно быть это и определенной ответственностью. Недостаточно просто помнить и гордиться, надо помогать. И в Таллине проживает уже сравнительно небольшое количество ветеранов, средний возраст которых достигает 94 лет. То есть это очень пожилые люди. И среди них, к сожалению, есть те, которые не способны обеспечить себе нормальные условия жизни. Те, которые нуждаются в уходе на дому или в пребывании в патронажных центрах. И тогда мы решили, что было бы важно, и это важно не только для ветеранов, мне кажется, это очень важно для нас, чтобы мы действительно эту историческую память, эту гордость смогли бы преобразовать в определенную ответственность. Каждый может помочь. Нас достаточно много, а ветеранов уже осталось немного. Насколько я понимаю, первостепенная помощь тем самым ветеранам, которые находятся в лежачем положении, которые, как вы сказали, не могут себя обеспечить всем необходимым на данный момент. Наша социальная система далека от совершенства. Несмотря на то, что город предпринимает определенные шаги, в этом году как раз мы увеличили те деньги, которые выделяются людям, берущим на попечение больных людей, но это по-прежнему очень незначительные суммы. А на государственном уровне развитие социальной помощи возьмет еще достаточно много времени. И поэтому здесь очень важна общественная инициатива. И опять же повторюсь, что эта общественная инициатива важна в двух направлениях. Как для тех, кто помогает, так и, безусловно, для тех, кому помогают. И мы здесь действительно решили, что основная помощь должна направляться именно тем, кто в наиболее сложном положении находится. Те, кто нуждается в нахождении в хосписе или в патронажном центре или в услугах помощи на дому. Что называется, начинать нужно с себя. Насколько мне известно, Михаил, вы решили отчислять со своей зарплаты ежемесячно определенную сумму на помощь ветеранам. Вы знаете, я думаю, что мы в состоянии своими силами помочь нашим ветеранам. Если каждый представитель русской общины сделает свой посильный вклад с пониманием того, что это могло бы быть на какой-то определенной постоянной основе, то мы действительно можем помочь. И тогда у нас будет повод и гордиться. Михаил, каким образом можно помочь ветеранам? Нужно куда-то перечислять деньги? Да, действительно, при помощи фонда Благовест у нас будет возможность собирать средства и впоследствии, конечно, отчитываться за них. И информацию об этом регулярно будет печатать газета «Столица», в которой можно будет также найти и номер расчетного счета. Уже на этой неделе эту информацию можно будет получить в газете «Столица». Спасибо большое. Успеха. Спасибо. Информационный блок «Добрый утро» Таллина подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был вице-мэр Таллина Михаил Кылворд. Продолжение следует...